Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы этот выпуск посвящаем топливной системе Common Rail. Для тех, кто не в курсе, это актуальный и последний тип впрыска для дизельных двигателей. Common Rail широко распространен на легковых дизелях, а также используется на дизельных двигателях для магистральных тягачей. В этом видео мы постараемся максимально просто и непредвзято рассказать всё о Common Rail, развеять мифы и дать практические советы, на тот случай, если ваш моторчик захандрит. Также покажем преимущества и особенности топливных систем от Denso, Delphi, Siemens Continental и, конечно же, Bosch. Эти компании создавали Common Rail для легковых дизелей. А помогать нам сегодня в этом будет специалист сервиса дизельных систем, который обладает огромным опытом в Common Rail и не только. Итак, встречаем Евгений. Здравствуйте. Итак, Common Rail – это просто. Почему сразу дизель не придумали с этой топливной системой? Потому что если взять и пересчитать компоненты топливной системы Common Rail и их составные части, то выяснится, что их меньше, чем в предыдущих системах впрыска. Давай начнем с того, Жень, что ты нам расскажешь про подкачивающие насосы. Начнем с подкачивающего насоса, так как он является частью топливной системы. Подкачивающие насосы бывают электрического типа и механического. Компания Bosch, Delphi, Denso и Siemens Continental используют два типа подкачки топливных насосов. То есть, не берем электрический подкачивающий насос, с ним все понятно. Давай сейчас остановимся подробнее, где находится подкачивающий насос в ТНВД. Ну, либо на ТНВД. Короче, где он? Перед нами есть два ТНВД компании Bosch без подкачивающего насоса и с подкачивающим насосом. Подкачивающий насос расположен на корпусе ТНВД. Выглядит это обычные шестеренки, приводится приводом хвостовика в вал от ТНВД и, соответственно, при вращении топлива закачивается в сам ТНВД. Здесь же, как мы уже сказали, используется электрический топливный насос, подкачки нету. Два одинаковых типа, но подкачки здесь нету. Существует также подкачка, расположенная внутри корпуса ТНВД. Она выглядит вот таким вот образом. Здесь стоит подпружиненные лопатки, соответственно, приводом вала при вращении они закачивают топливо в секции ТНВД. Помимо Delphire существует ТНВД Denso. Стоп. Смена реквизита. В которых также используются подкачки снаружи. Выглядит подкачка вот таким вот образом. То, что видит владелец автомобиля. На самом деле, внутри хвостовик приводного вала приводит в движение саму подкачку, которая расположена между пластиной и самим корпусом. Соответственно, здесь имеются треющиеся элементы, где мы видим выработку на самих частях подкачки. А также видим их в корпусе. Еще одним производителем топливной системы является компания Siemens Continental. Дополняем. В данном ТНВД подкачивающий насос выполнен в переднем фланце. Частью подкачивающего насоса является передний фланец. Аналогично выглядит подкачка, как в компании Delphire. Хотелось бы добавить, Илья, что за подкачку и передачу топлива из топливного бака в более свежих системах являются электрические топливные насосы. Представителем данной системы является БОШ СПИК-4. С большего мы эту тему закрыли. Ну а теперь мы расскажем о более сложных компонентах. И начнем с ТНВД. Топливный насос высокого давления в системе Common Rail формирует давление топлива и перекачивает его в топливную рампу. Этот ТНВД не занимается распределением топлива по форсункам и не влияет на другие важные процессы. В общем, по сравнению со старыми электронными насосами распределительного типа – это ТНВД. Можно сказать, тупой. Все правильно, Илья. Он просто качает. Он просто качает. По ходу нашего интервью мы будем перемещаться в мастерскую. Значит, сейчас мы берем все эти ТНВД, идем в мастерскую и разберем один из них. Ну что, мы в мастерской и переходим к практике. Сейчас мы будем разбирать ТНВД. И первый в нашем списке ТНВД Bosch CP1H. Итак, поехали. Демонстрировали топливный насос низкого давления с ТНВД. Сейчас разбираем для того, чтобы его отдефектовать. Вынимаем шестерни и обращаем внимание на корпус. Особенностью данного ТНВД является, что ответной частью подкачивающего топливного насоса низкого давления служит корпус ТНВД. Если в CP3 насосе подкачка собрана и меняется целиком, то здесь она открытого типа. И ответной частью является корпус. Осмотрим, обращаем внимание на выработки на самом корпусе. Вот они присутствуют. Соответственно, данный ТНВД негоден к установке на автомобиль. Данный тип ТНВД Bosch CP1H, CP3, CP1 напоминают авиационные моторы-звезды. Есть плунжеры, не более трех штук. Они расположены радиально и опираются на толкающую муфту. Внутри муфты вал с эксцентриком. Он вращается и по очереди через муфту пинает каждый плунжер. Демонтировав три секции, а стоит обратить внимание, что секции в данном ТНВД являются сменными запасными частями, в отличие от насоса Bosch CP3, мы сейчас подробно их осмотрим. В процессе демонтажа секции мы обнаружили, что сами секции были склеены и приклеены к толкателю ТНВД. Также можно обратить внимание на то, что две секции вынимаются. Одна секция склеенная, присутствует резкий запах, скажем так, разлагающегося дизеля. А также на плунжерных парах следы долгого хранения. Продолжение следует... Развели полную разборку ТНВД и оцениваем состояние приводного вала, толкателя. Подтолкатель есть небольшие износы, но, в принципе, его можно будет не менять. На опорных втулках он вращается, соответственно, выработки здесь также нет. Хвостовик вала, который приводит в движение саму подкачку, имеет небольшие износы. Но, в принципе, это допустимо. Так что вал можно будет оставить. Передний фланец. Втулки в хорошем состоянии. Менять ни фланец, ни втулки не нужно. Единственное, что при ремонте нужно будет поменять передний приводный сальник. Подведем итоги по разобранному ТНВД. Что мы имеем? Корпус поврежденный. Поврежденные три секции. Одна из них в заклинчивом состоянии и две в процессе разборки развалились. Неисправная подкачка, то есть топливный насос низкого давления. Из исправного вал с толкателем и передний фланец. Такое-то НВД устанавливать на автомобиль мы не рекомендуем. Ну и следующий герой нашего репортажа это Denso HP3. Ставился на многочисленные Toyota, Mitsubishi и так далее. Все, что после 2004 года, это практически он. Демонтировали с насоса HP3 Denso топливный насос низкого давления. И что по нему можно сказать? Обязательно не забываем про шпонку. Он состоит из трех позиций. Сама подкачка, корпус подкачки и пластина. В отличие от предыдущего ТНВД, Cipede H3, корпус данного ТНВД не изнашивается в месте подкачки. Осматриваем саму подкачку, в каком у нас состоянии. Есть, существуют износы. Осматриваем корпус подкачки. Существуют также износы большие. И саму пластину. Но не так же имеются следы пары трения. Демонтируем регулятор. Мы разберем его чуть попозже. Посмотрим его состояние. В данном типе ТНВД регулятор разбирается. Снимается стопорное колечко, вынимается сердечник. И будет видно его состояние. Его откладываем в сторону. И обратим внимание, что данный ТНВД демонтирован с Lexus IS-220D. Характерная особенность данного ТНВД выхода на одну рейку. Произвели разбор регулятора. И можем оценить теперь его состояние. И по нему состояние ТНВД. Осматриваем бегло. И видим, что он очень сильно затерт. Присутствует матовость поверхности. А также между технологическими канавками присутствуют металлические следы, металлические вкрапления, признаки ржавчины и так дальше. Гонсировали плунжерные пары. Две топливные секции. Что по ним можно сказать? Ну, состояние самого плунжера-толкателя, оно в идеальном состоянии. Присутствует налет масляный. Попадание масла в данном ТНВД, так как у него приводит от распредвала, через передний сальник. Дальше будем разбирать. Можно будет обратиться на это внимание. Замонтировали приводной вал. Топливного насоса. И что мы можем по нему сказать? Есть небольшие выработки по... Вместе переднеприводного сальника, что и является, скорее всего, проблемой попадания моторного масса в сам ТНВД. Но выработки сами не критичны, небольшие. Я думаю, что заменой сальника переднеприводного вала можно будет обойтись. С валом понятно. Теперь берем сам толкатель. Толкатель, в принципе, в хорошем состоянии. Его можно оставить и не менять. Втулка, куда вставляется на вал, она тоже в хорошем состоянии. Нет ни выработки, никаких других следов повреждений. Переднеприводной фланец. Про сальники я ранее упоминал, что их нужно будет поменять. По втулке она тоже в хорошем состоянии. Нет никаких износов. То же самое может к отца валу. В местах посадки вала во втулку нет никаких износов. Следует отметить еще. В данном ТНВД присутствует сетка. Данная сетка стоит после подкачивающего насоса. То есть топливо, которое закачивается, мы можем наблюдать состояние топливного фильтра. Если топливный фильтр долго не менялся, либо какие-то имеются загрязнения в топливной системе, мы увидим это на сетке. Она будет служить как индикатором. Ну и так, следующий герой нашей программы это Delphi DF-P1. Он ставился на популярнейшие моторы 1.5 DCI на Renault, также на Nissan. Также ставился на моторы 1.8 TDCI и на 2.0 TDCI на Mondeo и Ford Focus. Итак, Евгений, приступайте. ТНВД Delphi DF-P1 имеет сложную конструкцию секции подкачки с четырьмя подпружиненными лопастями. Эта конструкция категорически не терпит мусора и воды в топливе. При их наличии секция подкачки начнет моментально стругать стружку, которая разносится по всей топливной системе. Добавим, что топливная система Delphi любого поколения очень требовательна к качеству фильтрации топлива. Поэтому следует устанавливать только оригинальные топливные фильтра фирмы Delphi. Итак, мы разобрали насос Delphi DF-P1. Обращаю внимание сразу на гидролюческую головку. В гидролюческой головке есть башмаки с роликами. Вынимаем башмак с роликом 1, башмак с роликом 2. Вынимаем пружинки и обращаем внимание на сами пружинки, как они ходят. Ходят без заеданий, без заклеивания, все хорошо. Сами ролики в башмаках смотрим повреждения, присутствуют или нет. В данном случае присутствуют небольшие полосы выработки от накатки роликов. на одном, на втором та же самая картина. А также присутствует налет самого ТНВД. Видно, этот ТНВД где-то полежал какое-то время. Обращаю внимание на вал. Вал выполнен интересной формы. По этому валу бегают ролики от гидравлической головки. Проверяем выработки по валу и видим тут тоже накатки от роликов. Вал следует заменить вместе башмаками и роликами. Смотрим теперь подкачку. Откуда берется стружка. Разбираем подкачку и смотрим на ее прилегающую пластину. Одну и вторую. Имеются небольшие дефекты в виде потертости. Поэтому данную подкачку мы также рекомендуем заменить. Вернемся к нашему корпусу ТНВД и осмотрим роликовый подшипник. В каком он состоянии. Есть ли выработка на самих роликах не разрушен ли сепаратор. Передний сальник на самом корпусе ТНВД также при ремонте придется заменить. Осмотрим также второй подшипник, который находится на приводном валу. Данный подшипник не имеет никаких люфтов, не имеет никаких повреждений, сепаратор в норме. Данный подшипник можно не менять. Но компания Дуфай рекомендует заменить вал. два подшипника, ролики с башмаками и подкачку в сборе. Ну и еще последний герой нашей программы это Бош СП-4. Он ставится на все свежее. То есть Novak, Мерседес, БМВ, вот данный Сренон. Ну что, поехали. Лидером по образованию стружки является самый свежий ТНВД Бош СП-4. Из-за появления пузырьков воздуха в линии подачи и в плужерных секциях он станет стругать стружку из-за нарушения положения ролика плужера относительно кулачка. Вообще, более поздний вариант топливных систем Командрилл требует квалифицированного обслуживания. Топливный фильтр нужно менять не так, как вы привыкли, а так, как написано в инструкции. Обычные ошибки совершают на этапе заполнения фильтра топливом. Если предписана активация подкачки диагностическим сканером, то так и нужно делать. Если предписана прокачка грушей через обратную магистраль, чтобы прогнать топливо и выгнать воздух, то так и нужно делать. Иначе счет за ремонт будет с ног сшибательным. Приступили к разборке ТНВД Бош СП-4. Демонтировали гидравлическую головку, толкатель под регулятором давления топлива видны соринки, мусор, стружки не наблюдаются. При прокрутке приводного вала кулачок в хорошем состоянии. Повреждения по боковым стенкам корпуса также не имеются. Направляющая с роликом тоже в хорошем состоянии. Ни затертостей, никаких других повреждений. Дальше не имеет смысла разбираться от ТНВД. Но что может произойти? Может произойти следующее. Вот приводной вал, когда кулачок с направляющей перевернулся и начал вращаться перпендикулярно. Еще один обязательный элемент в топливной системе Common Rail любого производителя это регулирующие клапаны. Их также называют регуляторами, дозировочными блоками, клапанами управления потоком, клапанами управления давлением. В некоторых системах используются два регулятора. Найти их можно в ТНВД и в топливной рампе. Женя, расскажи нам, пожалуйста, о функции регуляторов. Почему в некоторых системах регуляторов две штуки и как это влияет на характеристики двигателя? Все правильно, Илья. В современных топливных системах используются два регулятора по низкой стороне и по высокой стороне. Соответственно, клапан, установленный по низкой стороне, наполняет секции в ТНВД для обеспечения его топливом. Клапан, установленный в топливной рейке, управляется по высокой стороне, управляется ШИМ-сигналом и сбрасывает избыточное давление из рампы в обратную магистраль в топливный бак. То есть, в обратку. Таким образом, Илья, с помощью двух регуляторов давления топлива электронный блок управления управляет всем давлением в топливной системе. Стоит отметить также, что в некоторых топливных системах Денса и Бош в топливной рейке установлены клапаны ограничения давления топлива, которые срабатывают несколько раз и дальше требуют замены. В некоторых исполнениях топливной системы Делфи нету регуляторов установленных в топливную рейку, нету варийного клапана, а сброс давления топлива происходит с помощью форсуна без поднятия иглы распылителя. Идем далее. Поставщик топливной системы для какого-то конкретного мотора поставляет еще всю систему управления. ЭБУ, педаль акселератора, расходомер, датчик температуры двигателя подчиняется системе Common Rail. Поэтому в пределах СТО гибридно совместить ТНВД, ДЕНСа, форсунки Боша и регулятор Делфай не получится. Но есть случаи, когда инженеры изначально проектировали двигатель с использованием ТНВД Делфай и форсунок Бош. Ну а теперь мы плавно подобрались к форсункам. Форсунки Common Rail для легковых автомобилей устроены принципиально одинаково. Они впрыскивают топливо, которое было предварительно сжато и запасено в рампе. Форсунки Common Rail не сжимают и вообще никак не регулируют рабочее давление впрыска. Ну а здесь у нас есть одна форсунка не Common Rail. Значит, это насос-форсунка. Вкратце, коромысло давит на форсунку и она впрыскивает топливо. Вот с насос-форсунками экспериментировал ВАК, но затем этот эксперимент как бы не удался и все перешли на Common Rail. Женя, расскажи, пожалуйста, более подробно как работает вот эта форсунка. Все правильно, Илья. Данная система насос-форсунок перешла с грузового транспорта на легковой. Так, экологические нормы сильно жесткие. Данная система в теперешнее время не используется. Принцип работы данной насос-форсунки заключается в следующем. Подача топлива организована через гайку. В гайке имеются, если присмотреться, мелкие отверстия, подается топливо в данную область и, соответственно, кулачком распредвала приводится в движение коромысла. Коромысло нажимает на пружину и топливо, которое находится в камере, оно сжимается. В это время электронный блок управления подает сигнал, открывается распылитель, топливо пофораскивается. То есть ТНВД в этой системе нету. И моторы, вот эти легендарные, для тех, кто смотрит, знают, они еще называют ПДшные. Все правильно. Ну что, мы плавно подошли к разбору форсунки. Форсунка разбирается и собирается с помощью специального вот такого динамометрического ключа. Ну а мы немножечко форсунку подразобрали, чтобы на это ушло меньше времени, потому что вы видите, какой у нас охренеть долгий выпуск получается. Форсунка Бош, поколение КРИ-2-2. Ставились такие на Opelis Up. Евгений, давайте петрушить эту форсунку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы уже заметили, Женя разобрал далеко не все это НВД. А руки, которые были в кадре, это руки вот этого мужчины. Зовут Сергей. И сейчас Евгений и Сергей расскажут и покажут, как работает форсунка и из чего она состоит. Сейчас вкратце попробуем рассказать общую принципиальную схему работы электромагнитных форсунок Common Rail. Топливо, поступающее в корпус форсунки из магистрали высокого давления, распределяется в два канала. Один канал ведет к распылителю, второй канал ведет в управляющую камеру. между углой распылителя и управляющей камерой находится шток. Суть в том, что пока форсунка закрыта, рабочее давление топлива давит на него с обеих сторон с одинаковым усилием. По команде ЭБУ электромагнит открывает запорный элемент, после чего топливо стравливается из управляющей камеры форсунки в обратную магистраль. Одновременно с этим давление топлива поднимает иглу распылителя и происходит впрыск топлива. Для прекращения впрыска ЭБУ прекращает подачу напряжения на форсунку. Запорный элемент садится в седло под действием силы пружины. Управляющая камера наполняется топливом, происходит запирание распылителя. Это общий принцип работы форсунок CommonRef для легковых автомобилей. Идем дальше. Ничего лучше, чем топливная система CommonRef для дизельных двигателей легковых автомобилей не придумали. В чем же преимущество этой системы? Дело в том, что все системы CommonRef управляются электронно и являются более гибкими. То есть, такие параметры, как момент начала впрыска и цикловая подача, регулируются в зависимости от нагрузки на двигатель и не имеют никаких механических исполнительных механизмов. Важно понимать, что производительность ТНВД не зависит от работы двигателя. Максимальное давление впрыска, а это 1800-2700 бар, достигается буквально на холостом ходу. Так вот, эта система более гибкая, быстрая и менее энергозатратная. Энергозатраты на трехплунжерный ТНВД CommonRail в 9 раз меньше, чем на ТНВД старого образца распределительного типа. Ну и вы, наверное, не раз слышали, что форсунка CommonRail способна осуществлять до 6 циклов подачи топлива за один так. Давайте на этом подробнее остановимся, чтобы развеять все мифы. Евгений? Все количество впрыснутого топлива можно поделить на несколько этапов. Первый этап это 1-2 пилотных впрыска. В этом случае на такте сжатия за 60-30 градусов до ВМТ происходит впрыс топлива. А зачем это надо? Для решения нескольких задач. Прежде всего, крохотные пилотные впрыски не воспламеняются сразу, а ближе к ВМТ, тем самым подготавливая камеру сгорания к основному впрыску. Илья также предварительно созданное давление в камере сгорания позволяет более плавно формировать рабочее давление сгорающих газов, что улучшает плавность и шумность работы современного дизеля. Затем за 5-15 градусов до ВМТ начинается остановив впрыс топлива. С небольшой задержкой топлива в основном меняется и в зависимости от нагрузки на двигатель ЭБУ реагирует, регулирует продолжительность впрыскивания топлива в системе Common Rail форсунки могут лить на протяжении 36 градусов положения коленчатого вала после верхней мертвой точки. То есть высокое рабочее давление газов поддерживается довольно долго. Отсюда и высоченный крутящий момент в современных дизелях. на этапе догорания топлива и снижения рабочего давления газа форсунка Common Rail впрыскивает еще одну крохотную порцию топлива. Это топливо уходит на сжигание образовавшейся сажа. А для прожига сажевого фильтра форсунка впрыскивает топливо по достижению поршням нижней мертвой точки. Ну а сейчас мы поговорим о том, что ждут многие о недостатках и слабых местах топливной системы Common Rail. Конечно, даже нескольких таких репортажей не хватит для того, чтобы захватить абсолютно все слабости. Но попробуем об этом рассказать вкратце. Можно сказать, что в топливной системе Common Rail площадь пар трения сведена к минимуму, но все равно все поверхности очень чувствительны к качеству топлива. И не только к его чистоте, но и к смазывающим свойствам. В общем, высокое содержание серы и примеси в первую очередь убивают крохотные пары трения, а также некачественное топливо просто прогрызает канавки в седле запорного механизма форсунки, а также убивает распылитель. Все слышали, что изношенные форсунки сливают много топлива в обратную магистраль. И как раз-таки это происходит из-за износа и из-за потери гидроплотности. Другими словами, если форсунка не способна сдерживать давление топлива в управляющей камере и распылителе, то топливо утекает в обратную магистраль, причем не только во время срабатывания форсунки. А вот более серьезный износ форсунки заканчивается износом отверстий в распылителе, заклиниванием распылителя или возникновением утечки в распылителе. Надеюсь, теперь вы понимаете, как работают компоненты системы Common Rail, что у них внутри и как и что изнашивается. Когда нужно ехать к специалистам по Common Rail, а также как понять, что с вашим дизелем что-то не так. А вот вопросы, типа солярка запарафинилась и двигатель плохо работает, либо же плохой аккумулятор и поэтому двигатель плохо заводится, мы сегодня рассматривать не будем. Ну а сейчас давайте перечислим симптомы, при которых нужно заняться диагностикой и ремонтом топливной системы Common Rail. Итак, на диагностику и ремонт топливной аппаратуры нужно ехать, если стартер крутит, автомобиль не заводится, горячий, холодный, затрудненный запуск, при нагрузке ваш автомобиль дергается, либо глохнет, обнаружен сизый дым, при прогреве, либо при холодном запуске, а также если на дисплее загорится неисправность двигателя и при диагностике выявится проблема с давлением топлива. Ну и еще стандартные симптомы, если ваш двигатель неровно работает на холостом ходу и сильно дымит черным дымом из выхлопной трубы, ай да, в сервис дизельных систем. Ну а сейчас дадим важные пояснения по топливной системе. Если дизельный двигатель не заводится, значит в топливной системе есть дефицит топлива. Форсунки Common Rail не сработают, если давление не будет минимум 200 бар. Давление может не нагнетаться из-за проблем с подкачкой, также если идет чрезмерный слив топлива из рампы через форсунки, либо же через регулятор. Ну и также есть еще известная проблема, это брак регулятора. Если ваш дизельный автомобиль завелся и нестабильно работает, причиной нестабильности работы также может служить регулятор давления топлива и чрезмерный слив в обратку форсунки. Сизедым с запахом не сгоревшего топлива это серьезный износ распылителя. Печальный итог это открытое состояние распылителя и налившееся топливо в цилиндры, что приведет к гидроудару. Ну а черный дым в дизельном автомобиле может говорить о недостатке воздуха и о хорошей компрессии, но также могут быть проблемы с топливной аппаратурой. Ну а если дизельный двигатель глохнет под нагрузкой, то проблема может быть в аварийном отключении из-за избыточного давления топлива в топливной рампе, а также из-за недостаточного давления. А проблема может быть в отсутствии аварийного клапана сброса давления. Ошибки по давлению топлива также могут быть связаны с повышенным сливом форсунок, а также из-за неисправной подкачки такой либо вот такой. Также причиной может служить неисправный регулятор, но это в случае превышения давления от заданной величины. Ну, а сейчас расскажем о редкой, но известной проблеме дизельного двигателя. Двигатель не едет, сильно дымит, но при этом никаких ошибок по топливной системе нет, и топливная система в принципе работает нормально. Так вот, эта проблема появляется после того, как заменили форсунки и заменили шайбы огнеупорные. Ну, еще не догадались в чем проблема? А проблема в том, что специалист, который занимался демонтажом и монтажом форсунок, либо по невнимательности, либо просто забыл вытащить старые тепловые экраны, огнеупорные шайбы, те же самые. Вот, поставил сверху новую шайбу, поставил туда форсунку и, соответственно, закрепил ее, завел автомобиль, но в этом случае топливо, которое должно попадать в цилиндры, непосредственно в форму поршня и гореть там, оно попадает буквально в стенки этого отверстия, куда вставляется распылитель. Ну, а теперь поговорим о ремонтопригодности форсунок. А вообще все зависит от мастерской и ее возможностей. Но специалисты вот этой мастерской нас обнадежили, и поэтому мы с вами поделимся следующей информацией. Итак, электромагнитные форсунки Бош полностью ремонтопригодны, есть весь перечень оригинальных запчастей, протоколы проверок, а также технологии ремонта. А вот для пьезофорсунок Бош оригинальных запчастей для ремонта нету, но есть предложения по запчастям от неоригинальных производителей, и эти запчасти качественные. Однако, если в пьезофорсунке Бош отказал пьезоэлемент, то купить его нельзя. В этом случае придется тогда либо покупать новую форсунку, либо покупать бэушную форсунку, либо же искать предложение по бэушному пьезоэлементу. И абсолютно аналогичная ситуация с форсунками Delphi. Форсунки Denso тоже ремонтопригодные, но оригинальные запчасти для их ремонта стоят просто космических денег. Хорошо, что есть неоригинальные производители, запчасти которых стоят дешевле. Компания Denso предоставляет заводскую технологию ремонта, но чтобы она предоставила эту технологию, надо организовать чуть ли не мини-филиал по производству этих самых форсунок. То есть, чтобы организовать вот такую комнату по ремонту форсунок Denso, но это потребуются колоссальные затраты. Но при этом компания не дает запчасти для всего перечня ремонтируемых форсунок, а дает лишь запчасти для форсунок, которые устанавливались в автомобиле для определенного региона. Например, для автомобилей Toyota, которые продавались и продаются в Республике Беларусь. Но, тем не менее, качественные запасные части и качественные технологии ремонта для форсунок Denso на сегодняшний день существуют. Запчасти для форсунок Siemens тоже доступны. Компания Siemens, а ныне Continental, производила для легковых автомобилей и только пьезофорсунки. Их тоже можно ремонтировать с помощью оригинальных запчастей, также с помощью неоригинальных запчастей. Но новые пьезоэлементы никем не продаются. Технология ремонта топливных форсунок подразумевает под собой регулировку, проверку на стенде, а также генерирование корректировочного кода. А специалисты хороших СТО по топливному оборудованию, помогут привязать восстановленные форсунки к вашему автомобилю. Здесь есть свои хитрости и профессиональные секреты. Отметим, что кроме форсунок и ТНВД, в топливной системе Common Rail больше ничего отремонтировать нельзя. Да, можно смыть стружку с регуляторов, но это вряд ли надолго поможет. Единственный регулятор, который успешно восстанавливается, это регулятор с ТНВД Denso HP3. Его золотниковая часть разбирается, золотник можно отполировать, и это решит вопрос плавающих оборотов. А у нас для вас еще не закончилась информация. Сейчас поговорим о топливных коррекциях. Многие владельцы слышали такой термин, но не знают, что конкретно это значит. Итак, поехали. блок управления может оценивать производительность каждого цилиндра по отдельности. Это происходит с помощью датчика коленчатого вала, а непосредственно при помощи ускорения каждого цилиндра. Топливная коррекция увеличена относительная. она может быть со знаком плюс, со знаком минус, она может быть в числовом виде, может быть в процентном виде. Касаемо большинства систем Bosch, Delphi и Denso, топливная коррекция должна стремиться к нулю. Чем выше показатели от нуля, допустим, минус один или плюс два, это говорит о том, что есть проблемы либо с топливной системой непосредственно с поршунками, либо проблема с цилиндропоршневой группой. У компании Siemens ВДО либо теперешняя Continental у них коррекция определяется по процентам, либо нулевой точкой считается единица. Чем ближе к единице, тем лучше. Единица это 100%, если мы говорим про процентное соотношение коррекционных значений. Чем ближе к единице, тем лучше. Чем ниже это будет значение, либо выше, соответственно, та же самая история, что и с остальными системами. То есть эта проблема с цилиндропоршневой группой может возникать. Следует отметить, что топливная коррекция это величина, которая отображается на экране зигнатического оборудования только лишь на холостом ходу. Если нажать на педаль акселератора, то топливная коррекция либо не будет отображаться, либо будут статические показания в виде нуля. Следует отметить, что показатели коррекции есть положительные со знаком плюс и отрицательные знаком минус. Если коррекционные значения со знаком минус, значит ЭБУ корректирует подачу топлива в меньшую сторону. Если значения в плюс идут, то ЭБУ добавляет топливо. Ну, очень много информации. Ну, так какая же топливная аппаратура Common Rail лучше? Если бы мы делали этот репортаж лет 10-15 назад, то обязательно бы сделали рейтинг лучших и худших производителей топливных систем Common Rail. Да, давным-давно ТНВД и форсунки от премиальных Mercedes и BMW можно было починить дешевле и проще, по крайней мере проще, чем на моторах Toyota D4D, а также на моторе от Ford Mondeo 2.0 TDCI. Евгений, ну, так какая топливная система лучше в плане надежности и долговечности? Можно ли говорить, что какая-то лучше, а какая-то хуже? И какая, например, более ремонтопригодная, ее можно отремонтировать по самой низкой цене? Илья, на сегодняшний день не стоит бояться системы Common Rail. Ремонт можно произвести за приемлемые деньги, а детские болячки топливных производителей Denso, Delphi, Bosch, Siemens Continental, были устранены. Следует лишь только обратить внимание на специалиста, который будет заниматься заменой топливных фильтров и обслуживанием вашего автомобиля. Ну что, спасибо огромное и до новых встреч! Вот такой большой рассказ о Common Rail у нас сегодня получился. Но мы не рассказали даже пятой части об этой топливной системе. Если вам это видео понравилось, обязательно накидайте лайков, комментарии, в комментариях напишите, что бы вы хотели знать еще о Common Rail. И если мы увидим вашу очень положительную и классную реакцию, то мы обязательно снимем продолжение, причем даже поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания АвтоСтронг.